здравствуйте 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 дорогие мои слушатели у микрофона костя суханов и сегодня мы продолжаем серию рассказы об охоте и рыбалке напомню что всю серию можно прослушать на youtube канале актер костя суханов конечно есть она и на других площадках где я публикую свои аудиокниги но там выходит чуть попозже так что добро пожаловать на канал в telegram контакте есть группа в одноклассниках сайта книга . орг сайт книговухи конечно же бусте где можно слушать скачивать смотреть книги и что важно для меня поддержать из любой точки мира санкции кусаются но нам все нипочем мы с вами продолжаем делать аудиокниги если вы слушаете на официальной площадке то обязательно в описании где-то внизу обязательно обязательно есть список всех площадок где вы можете выбрать ту где вам удобнее слушать а на комментарии я лично отвечаю везде сам так что пишите и пообщаемся познакомимся не будем откладывать в долгий ящик пора на рыбалку серия рассказы об охоте и рыбалке в этой серии рассказы только настоящих рыбаков путешественников охотников первооткрывателей все то что люди пишут лично или взятые из дневниковых записей ваши рассказы тоже могут попасть сюда милости просим пишите озвучим не забывайте про лайки дизлайки поделиться и так далее и так далее любая активность друзья только мы вместе только вперед этот рассказ взят из интернета автор михаил весело рассказ о настоящем рыболове считается что человек счастлив только тогда когда у него есть хорошая семья любимая работа и какое-то занятие для души называемое теперь неприятным словом хобби мой отец артемий николаевич веселов наверное был счастливым человеком крепкая семья трое благополучных детей а со временем и пятеро внуков он любил свою работу преподавателя вуза и научного работника и добился больших успехов а для души у него было старые как мир и благородное занятие рыбалка в котором он тоже достиг вершин мастерства сравнении с другими рыбаками любителями центральных областей россии круглый год каждую субботу с друзьями или один отец отправлялся на рыбалку со снастями соответствующими сезонную объекту ловли он имел странноватые обыкновения ходить на охоту и рыбалку при шляпе и галстуке кроме зимы конечно за что получил прозвище профессор задолго до того как стал профессором в самом деле в отпуск отец как правило в компании одного-двух друзей рыбаков забирался в какое-либо глухое место куда за выходные не доберешься если ездили в отпуск всей семьей то обязательно на водоем сельгер или ока рыбинское море или дон или маленькая речка касть на родине в ярославской области самые первые воспоминания об отцовской рыбалке относятся к лету 1940 года мы всей семьей снимали домик в селе на берегу дона название села не помню но помню разговоры взрослых что возле села есть в реке ямы а в тех ямах живут огромные самые самые эти таковые что таскают утят и гусят да и взрослую птицу тоже могут утащить и вот однажды рано утром за окном раздался шум и крик мама сестра и я выбежали из дому во дворе было полно народу посреди толпы стояли отец и его приятель у них на плечах лежал шеста на шесте висел сом хвост сама волочился по земле при взвешивании рыбина потянула на сорок килограммов вот же день сама съели причем хватило чуть не на все село а на юге маленьких сел не бывает еще один случай с крупным самом произошел у отца спустя лет тридцать я в нем к сожалению не участвовал а обстоятельства знаю из рассказа отца дело было в начале марта на реке 7 под курском в это время на живца хорошо берет щука отец прорубил лунки расставил жерлицы разновидность донной удочки и сидит таскает окуньков дергачкой на дно из жерлиц упал флажок поклевка отец подбежал к лунке схватил леску подсек и ему показалось что леска привязана к стене затем последовал сильнейший рывок леска обожгла руки и стремительно исчезла в проруби почти на всю длину а это метров тридцать рыбаков на льду залива в тот день было много отец окликнул ближайшего помоги мол сосед подбежал отец в это время с большим трудом выбирал леску последовал новый рывок и опять снасть лишь чудом не исчезла подо льдом сосед привязал конец лески к буру и положил его поперек лунки сам схватил пешню и принялся расширять прорубь так как уже было ясно что на крючке что-то очень крупное ближайшие рыбаки заметив необычную суету подошли к месту схватки и увидали как рыбина прошла под самой лункой она показалась просто гигантской тут же несколько человек расширили прорубь да так что в ней запросто можно было бы утонуть отец выводил сама недолго видимо тот был еще недостаточно активен после холодов вытаскивали рыбу хором в несколько багров те годы у рыбаков и охотников курска была традиция более или менее выдающийся добычу тащили в магазин охотник рыболов там трофей взвешивали обмеряли фотографировали обмывали сом оказался весом в 36 килограммов а длину задавности уже не помню отцовское искусство ловить рыбу помогло нашей семье выжить в 1942 43 годах мы были эвакуированы из москвы в ульяновск значит вот она волга шириной в полтора километра отец при малейшей возможности пропадал на рыбалке которая из развлечения стала источником пропитания благодаря рыбе трое маленьких детей младшая родилась в начале сорок первого не только выжили но и более или менее сохранили здоровье рыба была превосходной стерлядь удавалось есть от пузо она ловилась в основном весной и осенью когда у нее наступал жор ничего более вкусного чем жареная стерлядка я никогда не ел чтобы найти мой канал с аудиокнигами на яндекс дзен достаточно ввести аудиокниги . читает актер костя суханов в начале сорок четвертого года отца перевели на работу в освобожденный курск с тех пор он рыбачил на водоемах курска и соседних областей реки 7 тускарь сош рать и десна также озера и старицы а в них щуки окуни лещи головли налимы именно налим на мой взгляд занимает второе место после стерляди в гастрономическом ряду лучше всего налим жареный особенно на лиме печи отславил налима весной и осенью весной когда реки входили в свое русло после разлива примерно с середины апреля до середины мая и осенью перед ледоставом середина октября и до упора у отца на эту ловлю была отработана не сложная но успешная технология он ставил подпуска это снасть представляет собой метров тридцать шнура с грузом на конце самого груза на поводках через каждые полтора метра размещены крупные налиме крючки всего штук семь восемь наживка дождевые черви их собирает ночью на лугу на газоне и других подходящих местах лучше всего во время или после дождя ловят налима ночью для этого выбирают песчаный пляж или что-то подобное раскладывают подпуск вдоль берега насаживают червей и затем забрасывают этот момент требует опыта и сноровки забросить на дна всю длину но так чтобы не сорвалась наживка следовательно бросок должен быть сильным но не резким часа через два-три подпуска проверяют вытягивая на берег снимают добычу поправляют наживку и забрасывают снова почему-то именно на налиме и рыбалке часто случаются всякие происшествия смешные и не очень однажды во второй половине октября отец ловил налимов недалеко от курска на 7 было ему 55 лет он был один но так ему даже больше нравилось оставил штук 20 подпусков с песчаного пляжика на луговом берегу реки чтобы охватить большую площадь дна вдоль противоположного берега он вложил удлиненный вариант снасти так называемый перемет на концах перемета грузы а на поверхности поплавок маяк то время у отца было ярко-желтая трофейная надувная спасательная лодка с немецкого самолета она была одноместная весила не более килограмма она была при этом прочной и очень нравилось отцу он берег ее и пользовался ею редко тот день все шло как обычно отец дважды за ночь проверил по отпускам перемет ночью не трогал утром выбрал снасти сложил сумку с рыбой фонарь летучая мышь и рюкзак в лодку и поплыл снимать перемет дело в том что возвращаться домой было гораздо ближе по противоположному берегу заросшему мелколеси дальше все случилось как в кино только отец вытащил первый груз как лодка лопнула по шву почти по всей длине отец как был шляпе плаще ватники и резиновых сапогах очутился в реке вокруг плавали снасти рыба снаряжение и останки лодки ощущение легко себе представить октябрь 8 утра вода и воздух около плюс 5 на пару километров вокруг ни души хорошо что до берега недалеко из-за температурного шока отец даже не успел испугаться он быстро скинул сапоги и стянул плащ и телогрейку доплыл до берега разделся и принялся собирать все имущество методично достал все включая пойманную рыбу уплывшую по течению и вещи ушедшие на дно даже злополучную лодку вытащил разжег костер отжал одежду подсушился и бегом к шоссе он даже не простудился обошлось но никогда больше не пользовался надувной лодкой вот такой вот отличный рыбацкий рассказ а как вам дорогие слушатели пожалуйста комментарии отвечу лично сам я рыбалку тоже очень люблю и вечно не мечтаю ну да ладно грустно чуть-чуть давайте о том как это мы делаем аудиокниги а очень просто вы меня поддерживать чем можете любая копеечка 10 рублей это тоже человек считается меценатом и оставляет вместе с нами со всеми свой след в истории ведь книги вечны это и другие серии делаются только при поддержке слушателей и публикуются бесплатно чтобы поддержать можно отправить посильный перевод по номеру телефона плюс 7 901 715 2788 на сбербанк тинькофф юмани яндекс банк пожалуйста как удобнее отдельная сердечная благодарность всем кто мам мою тоже поддерживает ну в ранних книгах я рассказывал об этой ситуации ладненько поддержать из-за границы тоже совершенно не проблема из любой точки мира можно отправить свой донат на бусти огромное спасибо ребята тем кто так тоже делает ни почем нам никакие санкции мы с дорогим слушателем всегда делали и будем делать аудиокниги огромное спасибо за лайки дизлайки за то что делитесь просто обнял всей душой здоровья любви добра вам дорогие мои для вас с любовью и уважением читал актер костя суханов а Субтитры создавал DimaTorzok